Кто не платит налоги и почему? Этот вопрос депутаты адресовали Расулу Агай-Гильдееву, заместителю начальника межрайона инспекции Федеральной налоговой службы России номер 3 по Карачево-Черкесии. Он отметил, что фактические поступления за минувший год составили 865 миллионов рублей, что на 13 миллионов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Напомним, что доходная часть казны города Черкеска в основном формируется из налога на доходы физических лиц, налога на имущество организации, единого налога на вмененный доход и земельного налога. Что же касается последнего, то здесь от депутатов поступило вполне конкретное предложение. По их мнению, в Черкесске большое количество, так сказать, неучтенных земельных участков, которыми горожане пользуются, но по некоторым причинам не платят налоги. Я вообще считаю, что депутаты на себя должны взять инициативу. У нас все должно быть понятно, какое количество земельных участков, сколько земельных участков, какая кадастровая стоимость, где физические лица, где юридические, где коммерческая деятельность, вид разрешенного использования, сколько должно в этой базе всего собираться налогов, и почему не собирается, тогда давайте делать комиссию совместно с налоговой. Вот мы когда были в Карачаевске, мы таким образом подняли, если у нас собираемость, например, налога на землю была на уровне 2-3 миллионов, мы тогда подняли за один год работы более 20 миллионов. Подняли просто тогда вот так вот сделали, сделали совместную комиссию, посмотрели все участки и поняли, кто где и не платит, почему. Депутаты также поинтересовались. Сели предприниматели, осуществляющие коммерческую деятельность на территории республиканского центра, платят налоги. Как оказалось, и в данном вопросе есть пробелы. По словам представителя налоговой службы, раньше они тесно в этой части работали с отделом мэрии Черкесском, торгового и бытового обслуживания населения. Но в последние годы по непонятным им причинам эта деятельность сошла на нет. Моё предложение, не знаю, если прислушаетесь, то возобновить, допустим, работу в той части торгового отдела, когда выдавались разрешения на открытие магазинов, в котором указывалась полная вся информация, ну, на основании этого мы уже и регистрировали. А вот то, что касается, допустим, осуществления деятельности без госрегистрации на рынках, там, ну, большей части это касается, конечно, рынков и таких несанкционированных мест торговли. Здесь я могу сказать то, что вот огромное количество физических лиц, да, которые регистрировались у нас, но в соответствии с законом розничных рынков, и на рынках, и в торговых центрах, ну, в любых помещениях им должны предоставляться места только лишь на основании регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Еще один вопрос, который народные избранники на заседаниях Думы города Черкеска поднимали уже не раз, касается состояния торгово-остановочных комплексов республиканской столицы. Еще десятки лет назад земельные участки, на которых расположены эти строения, были переданы в долгосрочную аренду предпринимателям. Кто-то возвел на вверенном ему месте магазинчик, а некоторые даже не один. Кто-то и вовсе позабыл о наличии у него такой постройки. Сегодня руководство города предлагает провести так называемую инвентаризацию этих объектов. Ведь есть ряд претензий по ненадлежащему содержанию некоторых строений. К тому же за это время изменилось законодательство, и предпринимателям необходимо обновить пакет документов. На сегодняшний день арендаторам нами направлены претензии и уведомления. Уведомление следующего характера, что арендаторы торгово-остановочных комплексов должны привести в санитарное состояние торгово-остановочные комплексы. А также они должны обновить документацию на земельные участки, а также на торгово-остановочные комплексы сами. При неисполнении наших претензий управление имущественным коммунальным комплексом оставляют за собой право обращения в суды различных уровней в соответствии с принадлежностью арендатора. То есть, если он индивидуальный предприниматель, в суд, в арбитражный суд, если физлицо, в суд общей юрисдикции, с требованием о расторжении договоров аренды, с выселением арендатора. Если торгово-остановочный комплекс содержится в антисанитарном состоянии, а также портит облик столицы, вплоть до сноса данного торгово-остановочного комплекса. Кстати сказать, каждый арендатор отчисляет городскую казну, смехотворную по нынешним временам, сумму – всего 1000 рублей в год. На заседании один из депутатов задал вопрос, а не получится ли так, что будут ущемлены права предпринимателей. Такую работу нужно проводить весьма корректно, дабы не вызвать негативной реакции населения. Они находятся на территории муниципального образования, которое мы, как депутаты, хотим привести в надлежащий вид. Мы же хотим и людей тоже не обижать, не забирать в сокли. Да упаси Бог, упаси Бог, я думаю, такого вопроса вообще не стояло. Но ссылаться, это еще Елена Султановна не говорит. Коллеги, можно я закончу? Сергей Валентинович, когда нам докладывал, оказывается, кроме этих, еще есть куча магазинчиков, которые не называются, как вы говорите, торгово-остановочными комплексами, но находятся вдоль дороги, это вообще частная собственность, и мы туда не подходим. Как это так? Если на территории города, они должны соблюдать законы этого города и этой страны в частности. Но я думаю, у нас нет претензий отнять у них что-то. Абсолютно. Желание руководства муниципалитета привести в надлежащий вид улицы города вполне понятным. Ведь за последнее десятилетие Черкесск превратился в одну сплошную магазинную витрину с неказистыми постройками, подчас обильно увешанными, очень навязчивой и пестрой рекламой. Кстати сказать, и в этом вопросе есть весьма серьезные подвижки. В настоящий момент все рекламные конструкции, которые так или иначе портят архитектурный облик регионального центра, удаляются с улиц. Уже полностью очищена улица Октябрьская, где до недавнего прошлого над проезжей частью нависали огромные рекламные щиты. Следующая улица Ленина. Понятно, что не всем горожанам нравятся такие перемены, в частности предпринимателям, которые кормились за счет такой рекламы. Далее от темы благоустройства депутаты перешли к другим. На заседании народные избранники также рассмотрели вопрос увековечения памяти нашего уважаемого земляка Виктора Степановича Платонова. На имя главы города Черкеска от регионального отделения движения «Русь» и от руководства ростовского филиала Института народного хозяйства поступило обращение с посьбой увековечить память Виктора Степановича Платонова, бывшего руководителя ЦИМ-завода. Ну, человека достаточно известного. Я могу, конечно, читать, кто он был. И доктор, и профессор, и замминистром он был, и наш коллега был депутатом. Этот человек, ну, на мой личный взгляд, на взгляд комиссии, мы это обсуждали, внес огромный вклад в развитие, социально-экономическое развитие не только Карачаево-Черкесии, но и всей Карачаево-Черкесии. И вот, исходя из всего этого, предлагается пойти навстречу ходатайству и на улице Доватора, там, где, в принципе, он и строил многоэтажные дома, детские сады, установить его бюст. Напомним, что за годы работы Виктора Платонова в качестве директора цементного завода предприятием было построено 16 жилых домов и 6 малосемейных общежитий, детский сад в южном микрорайоне города Черкеска. Сотни семей цементников были обеспечены благоустроенным жильем, а тысячи ребятишек – местами в детских садах. При Платонове был построен профилакторий «Солнечный», где заводчане и члены их семей укрепляли свое здоровье. В начале 80-х в парке «Зеленого острова» был возведен спортивно-технический клуб «Цементник» с секциями спидвея, мотобола, картинга, дельтапланиризма, горного туризма. Под руководством Виктора Степановича спорт, а в первую очередь его технические виды в спидве и мотобол получили активное развитие. Учитывая все заслуги этого человека, депутаты единогласно поддержали поступившее предложение. Хатима Куршева, Андрей Дорошенко. Итоги недели.